Почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки? Сейчас во время войны все люди находятся в постоянном стрессе. Часто люди пытаются заесть стресс. Однако специалисты говорят, что не стоит злоупотреблять этим. Как избавиться от этой вредной привычки, сообщает психологическая поддержка. Специалисты говорят, что эмоциогенное пищевое поведение один из трех типов нарушения пищевого поведения. Она приводит к перееданию. Почему человек заедает стресс? Обычно, когда человеку грустно или страшно, он ест. Она ест всякий раз, когда ее буквально переполняют эмоции. Механизм нервного переедания. Происходит некое событие, оно вызывает у человека эмоциональный дискомфорт, страх, злость, разочарование. Человек не выдерживает и начинает искать, что могло бы его успокоить. Он ест. Причем потребности в пище у организма нет. Если такое поведение характерно человеку на регулярной основе, то со временем может развиться. Ожирение, инсулинорезистентность или диабет. Как избавиться? Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Специалисты говорят, если рука снова тянется за чем-то вкусненьким, то стоит задать себе вопрос. Удовлетворит ли меня сейчас корочка хлеба? Если человек ответит, да, тогда вы проголодаетесь. Поэтому стоит нормально поесть. Однако если он хочет чипсы, сухарики, конфеты или печенье, похоже, что человек просто заедает стресс. С эмоциональным перееданием нужно бороться не со стороны питания, а со стороны эмоций. Стоит разобраться, какие эмоции предшествуют желанию съесть что-то вкусненькое, хоть и не слишком полезное. Какие ситуации заставляют тянуться к печенью тогда, когда вы не голодны. Анализ эмоций позволит человеку не устраивать набеги к холодильнику. Он будет понимать, какие эмоции влияют на желание съесть лишнего и будете пытаться их контролировать. Ранее мы сообщали, какие продукты помогут снять стресс. Также мы писали, что постоянный стресс может убить человека. Кроме того, читайте, как помочь себе собраться во время войны.